Проект у меня называется «Без берегов». То есть я, путешествуя в интернете, в программе Google Years, я Google планета Земля, я использую космическую съемку, фотографирую все, что мне интересно, и фотографирую я, и потом рисую паромы, сухогрузы, реки Енисей, нефтеналивные танки. Все то, где происходит жизнь Енисея. И здесь показываю, уже потом пишу большие холсты, как раз только конструктив скелеты сухогрузов, танкеров и прочее. И рядом здесь в инсталляции мы показываем еще работы красноярских детей, вот эти макеты кораблей, сухогрузов, нефтеналивных танкеров, катеров, которые толкают, тоже рабочие лошадки, которые толкают. Видите, вот здесь сделаны такие паузы для того, чтобы сюда этот катер подошел. Буксир встает, зацепляется и толкает весь этот паром. Он может быть 100-200 метров, груженный песком, щебнем и прочее. Вот этот ряд цветных холстов, это танкеры и прочее, но это уже грузоперевозки, морские контейнеры. И здесь же четыре холста, это называется береговая линия, то есть это как раз водозаборы, нефтехранилища Красноярского порта. Еще цикл маленьких рисунков, это как бы знаки сигнальной системы реки, то есть река всегда имеет свою символику, и все профессионалы считывают ее, то есть все эти знаки, о которых мы даже не догадываемся, но они для профессионалов, они служат ориентирами, сигналами, знаками, как вот на машине мы едем по дороге, изучаем правила дорожного движения. Также у реки есть и я. Здесь опосредованно, то есть это не конкретные знаки, то есть это знаки все-таки мистические, но их я тоже срисовал и отрефлексировал, как бы путешествие по большой реке. Как раз это такой абстрактный реализм. Это очень точно и очень документально. И здесь я показываю еще цикл маленьких фотографий, то есть тот рабочий материал, которым я пользуюсь, из которого я срисовываю. И зритель может попутешествовать тоже, обнаружив... Вот посмотрите, это кажется, что это как будто инсталляция. На самом деле это как раз вот несколько этих грузоперевозных танкеров, паромов, просто сгруппированных вместе. Это вот фотография из космоса. И видите, вот этот объект, он просто... Вот он у нас живьем. И зритель может как бы сам найти и понять, что это не абстракция, что это не художник абстрактного толка. И вот посмотрите, вот это явилось источником вдохновения для вот этой картины. Вот эта фотография, вот этот именно сюжет. Или вот, смотрите, это как раз морские контейнеры. И вот на эту тему написано несколько холстов. Все как бы конкретно зацеплено за жизнь, за наблюдение. Да, это фокус изменён, то есть это, в принципе, уже космическая съёмка и взгляд из космоса, то есть над происходящим, над Енисеем. Я совершенно сознательно от синевы ушёл, потому что если бы ещё и мой зал был синий, то это уже было бы не совсем смешно. Поэтому я о Енисеи. Енисея, синева, оно как бы уже подразумевается. Зритель должен, глядя на мои сухогрузы, то есть для него стена, вот эта стена, она должна быть для него синевой, то есть его воображение. И даже, вот смотрите, даже подиум, он немножко уже в синеву отдаёт. А здесь вот этот подиум, он смешной, но именно я иногда показываю такого рода холсты, это мой любимый размер, 2,40. И я периодически, 2,40-2,50, я иногда показываю вертикально и именно прямо на полу, или подставив там кирпич или шлакоблок, который по фактуре очень напоминает мою живопись. В живописи я вообще избегаю всяких следов авторского прикосновения. То есть я очень много лет бегу от лессировки, от какого-то эффектного мазка, работы мастихина и прочее, то, что любят многие художники. Нет, я против этого. У меня холст, работа над картиной, это такое делание, то есть это такая штукатурка, у меня разряд по штукатурке, я специалист по штукатурке. И штукатурой, кстати, оценивают мое творчество, говорят, да, это супер. И здесь вся красота, вся сила живописи, она как раз вот в этих фактурах. То есть я всегда использую пески и земли той местности, где я работаю. И здесь как раз пески и Енисея, и Хакаси, и Тувы. Я отовсюду, со всего мира привожу в Москву массу земли, и с ней потом работаю. И вот эти пески, они работают чаще всего двумя красками, белая и чёрная, но из-за фракции песка, то есть они на краске, потом перемешаны с краской, и поэтому вот эти все фактуры, то есть это просто неповторимая земля, то есть никакой художник так не сможет сделать искусственно. А здесь как бы сам материал, сам песок позволяет. И сам земля как бы говорит, посмотри на меня, какая выразительная. И потом, пока это не высохло, я видите, гравирую дальше, то есть черчу. Это тоже как изобразительная сила, вот эти все выступают, как графика. Но это на самом деле, это холст-масло, живопись, полноценная живопись. Хотя, может быть, многие живописцы оскорбятся, что это не живопись. Нет, это живопись. Это конкретно баржа, сухогруз, перевозка песка, но она меня вдохновила, и я с нее пишу вот эту картину. То есть я говорю зрителю, посмотри, как это удивительно красиво. Сколько в этом гармонии, сколько в этом такого градостроительного чуда, и вообще-то как бы урбанизм и современный житель вообще мегаполиса Красноярска, он должен заценить это. Знаете, для меня геометрия — это метафора нашей жизни. Мы живем среди вот этих паутины, этих дорог, магистрали, аэропортов, линии электропередач. Живем в фрущевках. Вот эти камеры, тюрьмы — это все меня вдохновляет, то есть там, где энергия человека привнесена. То есть вот это меня больше всего вдохновляет. Не лирический пейзаж, силуэт дерева, солнце, вода, отражение. Нет, для меня геометрия — это метафора моего времени, моей жизни. Оборачиваю его, что и это красиво, что и это выразительно. Это существо нашей жизни тоже. Это просто схемы паромов, это схемы газоперевозчиков. Вот это нефтеналивные, по-моему, или наоборот, вот это нефтеналивные, а там газоперевозки. И вот, смотрите, мы нашли это творчество детей. И мы нашли вот конкретно, практически. Замечательный художник Пауэр Клея, он говорил, что взгляд зрителя, он совершает путешествие, заданное ему по картине, по холсту, заданное ему художником. И поэтому здесь, в экспозиции, мы тоже зрителя ведем и как бы именно по тому пути, который мы хотим показать, который я хочу показать. И поэтому на входе, видите, или на выходе, неважно, вдруг стоит, зритель понимает и не понимает, что это такое, но вдруг видит макет, соотносит с этим, вдруг видит фотографию, схему, и он постепенно, постепенно он прочитывает все содержание. С присущей мне скромностью и с радостью дарю музею вот эту картину. Что это такое? Это конкретно документально воспроизведенная платформа с морскими контейнерами, которая направляется из Красноярска, видимо, в Норильск. И эта баржа снята из космоса. И вот она меня вдохновила на создание этой работы. Конечно, я как художник уже отказываюсь от белых, допустим, от синих, и вообще от всякого фона, от реки. То есть рисую только конкретно этот объект. Подписано? Нет. Да, подписано. Я тоже оказался в этой ситуации. То есть художник и заказчик. Сергей мне велел нарисовать что-нибудь поярче, чем я люблю. То есть я люблю черно-белое. Я рисую практически двумя красками, пишу картины. И здесь вот этот заказ, вот эта провокация, она как раз повлияла на создание вот этих вот пяти холстов. Именно 1923 года они еще пахнут лаком, еще пахнут маслом, масляной краской. Таким образом, я во всем этом проекте, я как бы фокус зрения зрителя, я его перенаправляю, что и родной край, родной город, посмотрите на него, посмотрите с высоты и как бы космическим взглядом. Это другая красота, это другая выразительность. Это, конечно, больше, если мы смотрим на подобного рода объекты, это, конечно, больше геометрия, больше индустриальная, и вообще такая как бы и градостроительная ситуация, и урбанистическая, архитектурная, где энергия человека, его талант, его как бы внедрение в природу, и создание всей красоты, о которой даже люди, создававшие эти платформы, эти сухогрузы, баржи и прочее, водоналивные танкеры с газом или с нефтью, они об этом даже не думали. А я в этом вижу красоту, выразительность и красоту нашего времени. Субтитры создавал DimaTorzok